Дачное каратэ, очередной, надеюсь, не последний выпуск. Вот несколько модернизированная система того, что я назвал Алекс по надписи. Вот пристроил я такую штучку, укрепил более мощные, сделал рога, которые охватывали эту грушу. И вот такая болтающаяся штука. Чем она хороша? Отскакивает при ударах. Вот не знаешь, куда она отскочит. Поэтому вот и для любого, занимающегося боевыми искусствами, важно понимать, что как ты ударил, так и тебе. Ударил, а тебе тут прилетит обратно. Вот она. Поэтому все время на чеку. Бам-бам, раз, отошел. Отошел. Бам. Воткнул еще, да. А это летает во все стороны. Может, должна быть подлиннее, не знаю. Что-то она меня не очень достает, но тем не менее. И даже может слететь. Ну, это пока еще бесконечные доработки. Много конструкций, к сожалению, не получила. Продолжение. Не вышло. Ну, сейчас мы вот тут вот зацепим. И вот сюда. Но вообще, хотел поговорить немножко о другом. Не о конструкции. Каждый в меру своих сил придумает свою. А вообще, зачем все это надо? Вот эти вот все эти. Вот эта ударная техника, бросковая. Запрещенные удары там ребром, руки там в горло. Или там в колено. Вот так остановили в колено. Бам. А потом добили. Или в колено и в голову. Или одновременно. Почти что одновременно. Зачем все это нужно? Ну, понятно, спецназу это нужно. Профессиональным, военным. Ну, может быть, это для укрепления духа. И для того, чтобы в целом вот иметь представление о боевых искусствах, из которых рукопашный бой, это не самое главное. Ну, а что самое главное-то? В быту мы как-то не шибко сталкиваемся. Я понимаю подростков. У них там свои разборки, терки. Я понимаю бандитов. У них там тоже это кто кому по лицу ударил, кто кого забил до полусмерти. Это для них интересно. Ну, вот обычному человеку зачем? Зачем все это надо? Ну, некоторые думают, это спорт. Ну, как спорт? Вот чемпионы там, поединки. Выиграл что-то. Что-то проиграл. Кто-то там до чемпионских высот дошел. Ну, вот смотрим современную Олимпиаду. Бокс. Это такие перчатки, которые сжать невозможно. И поэтому... И такие еще пузыри надутые. И поэтому все превращается в такое. Вот что-то такое. Сила удара перестала цениться. И когда я смотрел поединки на Олимпиаде, совершенно не впечатляют. Сила удара действительно ничего не стоит. И начинаются попрыгушки. Если посмотреть профессиональный бокс, то там такие вот попрыгунчики, они просто не выживают. Потому что можно прыгать там 10 раундов, окучивать противника легкими ударами и в конце концов нарваться на один сильный. И на этом все заканчивается. Но это тоже спорт, потому что никаких многораундовых поединков в реальной жизни никогда не бывает. Да, это спорт для таких гладиаторов, для мужественных людей. Но к чему это все? К чему это все? Я тут посмотрел еще, кроме бокса, на Олимпиаде поединки по тейквондо. Ну, это такое убожество. Когда мои дети занимались тейквондо, было что-то такое другое. По крайней мере, там были акцентированные. Удары в голову рукой бить нельзя было. Но в корпус били и этому специально обучали, что нужен сильный удар в корпус. И за этот удар дают очки. Тут же это какие-то такие, знаете, богомолы, у которых верхние лапы оторваны. Они вот такие шлепочки такие. Бам! Бам! Вот так вот. Чуть ли не как ладонью так. Извините. Ну, я не могу уже до головы достать. Может и смогу, кстати. Ну, вот могу достать. Хотя для меня это тяжело в силу уже возрастных изменений. Растяжки не хватает. Поэтому какой-то чудак мне написал. Я тейквондо, а у вас черный пояс. Я вообще не понимаю, за что черный пояс. Я не понимаю, зачем люди занимаются тейквондо. Когда они вот такие богомолы на одной ножке прыгают. Это не боевое искусство. То есть то, что смешивается со спортом, очень часто вырождается. Потому что в спорте, особенно в олимпийском, там принцип не повредить. Хотя древние греки на своих олимпиадах, там просто чудовищные такие были бои. Кулачный или панкартион. Ну, борьба более мягкая. Кулачный бой это и броски, и удары, и всякие запрещенные приемы. В том числе разрешены были удары в глаз. Специально затачивали ногти, чтобы можно было нанести вот этими огрубелами. Тоже какими-то методами они огрубляли, утолщали ногти. И поэтому можно было вплоть до того, что пробивается кожа. В одном месте путешественник Павсани, римский, не римлянин по происхождению, видимо, был из греческого побережья Малой Азии. И вот он пересказывает одну из историй, когда в кулачном бою один из бойцов вот этими заточенными ногтями пробил кожу и вырвал все, что там смог захватить из живота. И его победы лишили, потому что считается, что это там у них правила были такие, можно было установить правила до начала поединка. Вот до начала поединка считалось, что вот каждый должен наносить по одному удару. Ну вот этот нанес удар и вырвал. Вот вырывание считалось уже вторым техническим действием. И тому, кого он лишил жизни вот этим своим действием, ему присудили победу. А этому вот кулачному бойцу его наоборот признали, что он нарушил правила, да еще убил своего соперника. Нехорошо. Но тем не менее мы знаем, что это были очень жестокие поединки. Ну и в дальнейшем, в Древнем Риме тоже гладиаторские бои, в том числе и со смертельным исходом. А нужно ли это? Нужно ли это? Кому-то нужно, но вот толпа, которая вообще ничего не понимает в боевых искусствах. Им нужна кровь, им нужна рубка такая, причем примитивная. Очень часто в Восьмиграннике показывают такие вот неприличные, я бы сказал, поединки, где разбивают друг другу лица в кровь. И вот кто первый упадет или нанесет какой-то вот удар, который совсем уже выключит последние остатки сознания. Так зачем все это? Ну, я вот думаю, что все это, это прикосновение к архетипу, то есть к тем образом, которые есть в сознании, которые соединяют нас с предшествующими поколениями, давно уже отошедшими в мир иной, с древностью. Потому что само ощущение боя, где оно еще переживает с человеком в современной жизни? Ну, практически нигде. Вот в детском возрасте, да, когда там дети дерутся между собой, кто там из них старше, круче, но потом оказывается, что жизнь расставляет людей совершенно не по принципу, кто кому смог лицо разбить, и не потому смог ли противник поднять руки и оказать какое-то сопротивление. То есть для обычной жизни это не нужно, и наоборот уклонение от всякого рода вот таких криминальных разборок, которые существуют вот в детском коллективе или в криминальном коллективе, это как раз правильнее, это сохраняет здоровье, сохраняет честь, но способность оказать сопротивление, это как раз есть защита своей чести, кого-то еще. То есть случаются криминальные ситуации у взрослых людей, когда им надо постоять за свою честь. Если человек психологически не готов, то он, получается, что уже и не гражданин, а в общем какая-то тряпка. Поэтому, когда хоть как-то человек подготовлен, то он может оказать сопротивление, пусть даже он проиграет в этом поединке или в битве против многочисленного противника в одиночку, даже если он проиграет, он сохранит свою честь. Это тоже прикосновение к архетипу. Архетип в том числе зафиксирован и в понятии чести, которое сейчас в нынешнем веке практически забыто. Что такое честь? Никто не... Обычное дело – это понимание офицерской чести. В армии офицерская честь. Но для того, чтобы эта честь существовала, в прежние времена необходимо было быть аристократом, получить воспитание, получить образование. И после этого поведение аристократа в офицерском чине действительно предполагало определенный кодекс чести. И если даже простолюдин возвышался до уровня аристократа, занимал офицерскую должность, получал погоны, он следовал этому кодексу чести. Более того, даже после революции, когда все это было перечеркнуто, опровергнуто, все равно постепенно кодекс чести восстановился. И офицер считал себя воплощением определенного кодекса чести. Ну, по крайней мере, считал. Может быть, у него это не получалось, потому что он не получал ни дополнительного образования аристократического, ни принципов аристократической жизни, аристократических принципов. Впрочем, до некоторой степени все это дело было, например, в суворовских училищах, а больше, наверное, и нигде. То есть какая-то часть кодекса чести традиционного сохранялась и в советской армии. Сейчас армия вообще прекратила, можно сказать, свое существование как такой институт, который понимает, зачем он служит. Без понятия чести в армии вообще непонятно тогда, что это за образование. В течение советского периода армия была лишена всякой политизации, всякого участия в жизни государства. И к чему это привело? В 1991 году маршал Язов отказался раздавить вот этих путчистов. На самом деле путчистами были не ГКЧП, но это жалкие люди, которые ничего не смогли. И вот маршал Язов вместо того, чтобы поднять по тревоге воинские части, по крайней мере, Московского военного округа, он сказал, нет, армия не должна вмешиваться. Ну, раз она не вмешивается, тогда вы никто. И сейчас тоже армия, это называется никто. Есть ли там в армии хоть какие-то признаки кодекса чести? Я, честно говоря, не знаю. Да не интересуюсь. Как-то вот встречаюсь иногда с людьми, которые прошли воинскую службу. Но в основном это люди, которые прошли службу еще в советский период. Вот те, кто сейчас прошли, ну, тоже встречался, но не замечал кодекса чести. Среди них, кстати, есть, были люди, вот с которыми я встречался, которые владеют боевыми искусствами. Но прикасаются ли они к архетипу? Вот для гражданского человека, может быть, это единственное то, что может его приобщить к памяти предков, которую он даже еще не осознает, но она в нем присутствует. Она незримо и неосознанно усваивается с молодых ногтей. Сейчас все меньше и меньше, потому что информационная среда полностью вымала понятие о чести, о совести. Наоборот, пропагандируется бесчестие, бессовестность, криминальщина там и прочее, прочее, прочее. Поэтому гражданскому человеку очень тяжело. И вот эти крупицы сохранившегося архетипа могут быть возбуждены именно через боевые искусства. Я в этом уверен. И даже если человек не достигает больших высот. Но вот само прикосновение к эстетике движения, к среде опасности, когда ты можешь получить, когда ты можешь нанести удар, когда ты должен контролировать этот удар, потому что перед тобой не бревно. Ты должен уметь ударить как в контакт, так и легонечко, так вот, раз, и практически не коснувшись по поверхности. И это еще рука в перчатке. Но при этом может быть очень сильный удар, который там раздробит кости или выбьет зубы. Но надо понимать, что ты перед тобой не враг, а твой соратник, можно сказать, единомышленник по освоению боевых искусств. Вот я и хотел сказать, что есть много всяких подделок. Очень часто это спортивные подделки. И когда дети в особенности начинают заниматься, приобщаться к боевым искусствам, даже вот годикой позанимался человек, он уже преисполняется гордостью, что он такой вот великий, что он что-то может, что он может задирать сверстников, что он может решать проблемы, как это говорится в криминальной среде. Вот он решает проблемы со своими сверстниками, и выходит, что он наоборот скорее криминализуется, чем приобщается к архетипу. Вот в этом опасность, такое воспитание с молодых ногтей, злобы, агрессивности. Поэтому слишком маленьким человечкам не следует заниматься контактным боем. Вот он подрастет, когда у него гормоны начнут играть, там где-то с 12-13 лет, вот тогда можно. А до этого, да, можно заниматься боевыми искусствами, но для того, чтобы улучшить свои физические кондиции. А вовсе не для того, чтобы сверстнику там врезать так, чтобы ему мало не показалось. Особенно боевые приемы. Я уж вообще молчу, когда начинают маленького человечка учить в работе с ножом. Ну, куда это годится? Тогда он будет ходить с ножом, и когда-нибудь этот нож применит. Но он же не осознает, что происходит. И может нанести увечья или даже смерть своему сверстнику, даже и постарше кому. Воткнет вот в бедро нож, и что после этого будет. Если он будет считать, что это допустимо, что это нормально, что это просто боевые искусства. Поэтому пока не возникает сознательного отношения к боевым искусствам, я бы не рекомендовал заниматься ими именно в контактном варианте. В бесконтактном, пожалуйста. Но только пока человек не отличает образа зверя от образа божьего, не стоит ему предоставлять возможность в этот образ божий сувать кулак. Это скорее такая вот теоретическая часть, а практическая часть связана с тем, чтобы поработать в очередной раз по мешку. Может быть, вот еще покрутить нунчаку. Все вот эти вот вещи, мне они очень по душе, хотя довольно редко приходится заниматься, но тем не менее, вот все эти захваты, перехваты, они делаются медленно, пока не будет освоена основа движения. И лучше, чтобы все это делалось не боевым вариантом, а для начала, вот такие, я, правда, сто лет назад уже эти купил, не знаю, ну, наверное, где-то продаются, такие вот мягкие. С ними тоже стоит поработать. Тоже понять, что это отскакивает, да, что может отскочить и тебе по голове. То есть, если неправильно ударил, если ударил, вот удар должен быть, если на прямой руке, отскок идет, ну, максимум вам в руку, да. То есть, вот максимально куда улетает, максимально куда улетает противоположный конец нунчаку. А если вы ударили близко, то вам же и попадет. Вот так вот, как сейчас попадает по мне. Вот, поэтому, если хотите освоить нунчаку, ничего особенного в этом нет. Несколько позиций, несколько перехватов. А вообще-то нунчаку применяется просто железно и однократно. Хлоп, и все. Вот, или вот боевой. Вот откуда-то вынул, не знаю, ну, кто будет сходить сейчас с нунчаку, не очень понимаю. Вот, поэтому, ну, так это вот для... Тренировки, потому что что-то другое вы можете взять, палку можете взять. Ну, здесь вот раз, и все, и все заканчивается. Никаких тут особых вращений, перехватов и так далее. Даже вооруженный противник, ну, тоже, если вы попали, попали, а не попали. Ну, в принципе, вот против человека с ножом, конечно, очень легко все это дело. Это сильнее и сильнее, чем нож, потому что значительно длиннее. Раз палочки длиннее, значит, нож будет отбит. Вот, ну, в принципе, для общей культуры, конечно, можно и этими вещами заниматься. И нунчаку, и тычковое движение. Что мне вот понравилось, это когда бьешь тычок, то захлёст происходит в свободной-свободной стороне. Это вот, заметьте, обратным хватом я бил. Ну, бью мягкой, потому что жалко от мешка мочалка будет, если я начну бить деревяшками с еще заточенными такие восьмигранники. Вот, поэтому, то ли вы их выхватываете откуда-то, неважно, вот и все выхватывание. То есть, удерживаем фактически двумя пальцами. Выхватили еще с этой стороны, если человек стоит в боевой позиции, открытой с этой стороны, вот он открыт здесь. Здесь у него руки с другой стороны. Вот, откуда выхватываете, неважно, отсюда вы выхватили или отсюда выхватили. Да, видите, то есть, вот идет траектория все равно такая. С другой стороны тоже можно в одно движение. Вот, даже, ну вот, неудобно. Хочется поднять их, листануть. Ну, так же, как и с мячом. Одним движением лучше сразу и рубить. По-прежнему обращаю внимание, что это прикосновение к архетипу, а не приготовление к реальной ситуации боя с мячом. Вот, если вы архетип освоили, или он начал жить какой-то своей более богатой жизнью, уже сложился из-за каких-то неопределенных образов что-то целостное, как раз позволяет противостоять и криминальщине, и бесчестью, и всему остальному злу, который нас окружает. Вот, поэтому не будем акцентироваться на этом, об этом уже сказано. Освоить и это, значит, автоматически освоится и много чего еще. Не взмах, удар, да, а выхватывание и тут же удар. Да, ну вот, есть отскок, конечно, в руку может быть отскок. Поэтому нунчаку стоит бить не прямо, чтобы потом отскочило, а несколько снизу или несколько сверху, чтобы отскок шел мимо вашей руки. Чтобы он не было попадания сюда, вот, в свою собственную руку, особенно если это тяжелая или граненая поверхность, его может нанести. Поэтому вот снизу или сверху. В скользячку удар в скользь тоже подходит. И здесь. И заметьте, что движения, которые здесь делаются, они те же самые. Мы переходим. Постоянно меняем позицию, то есть вот прямая атака лбом. Ну, противник либо прямой удар нанесет ногой еще даже на большой дистанции, либо может пробивающий удар нанести. Поэтому мы пугаем его, заставляем этот удар сделать, а потом заходим, заходим. Вот, кстати, движения боксерские и движения каратеистские чем отличаются. Я про тейквондо вообще ничего не говорю, потому что было нормальное тейквондо. Контактный вид. Сейчас даже на уровне олимпийских чемпионов, это не пойми что. У них прямой удар запрещен. Ну что такое? Вот такой прямой удар запрещен. Вот такой удар нанести они боятся. Или нанести в полный контакт удар в корпус разворота. Или нанести мощный удар малаши гири, то что в карате предпочтительно и бьют постоянно. По ногам нельзя бить, блоки нельзя делать. Это что ж такое-то? То есть человек прыгает перед тобой с задранной ногой, а ты не можешь ее или подсечь, или другую подсечь. Или просто рукой шлепнуть и влепить другой. Это я не понимаю. В конце концов остановить эту ногу. Остановили эту ногу. Сбили эту ногу. И нанесли какой-нибудь удар. Вот так. Сбили. Растяжки уже не хватает для того, чтобы... Нормально. Собственно, растяжка нужна не для того, чтобы бить высоко, а для того, чтобы бить далеко. И для того, чтобы бить сложные удары. Которые вот раз, и не опуская ногу, выбить туда. Раз. Ну, так как-то получается. С подшагом я еще могу ударить. Ну, вот. Вот это манипуляция. Кстати, не сильный удар. И почему бы не разрешить такие удары в тейквондо. Накладки, в конце концов, на ноги. Там же вроде есть накладки. Когда мои дети ходили, там были накладки и на ноги, и на руки, и шлемы, и нагрудники. Все это вроде бы сохранилось. Но что-то так берегут этот олимпийский вид спорта, который совсем уж превратился в черт-ли-что. Кстати, об отличии от бокса. Бокс-серия и объятий. Что дальше-то делать? Ну, в боевых искусствах бросок и добивание. Или там другие средства удушения. Даже в микс-файте все это есть. В боксе это все становится вопросом. Ну, кстати, и в микс-файте проблема в том, что если человек в одежде, и его захватили, то что дальше делать? Ну, только одна рука остается, одной рукой можем бить. Ну, а в карате ударили по этой руке сильно, потом ей же и пробили. Или оставили, да, ради бога. И мы работаем другой рукой не менее эффективно, чем, скажем, захваченной правой. Вот в боксе тоже, ну, обычная стойка серии. И вот им для того, чтобы нанести нокаутирующий удар, вот если противник наклоняется, я бью прямой удар, хочу попасть в голову. Он наклонился, удар пролетел, проскользил где-то там в районе затылка, плеч. И вот этим ценен бокс, тем, что он быстро научает, во-первых, видеть дистанцию, двигаться, уклоняться, делать нырки, отклоны в бок, нырок с продвижением вперед. Вот. Но чем, что не хватает боксу, это смены стоек. Убрал ногу, вот как в карате, убрал ногу, и у тебя жесткий джеб идет отсюда, уже с другой руки, во-первых, у боксеров. Надо держать на джебе, бейте его, бейте его. Даже если по воздуху вы бьете, вы упреждаете движение. В карате я сменил стойку, вот тебе жесткий джеб, а нокаутирующий удар идет как раз в отношении человека, который открыт с этой стороны. Даже если он руку поставит сквозь руку или мимо руки, здесь труднее защититься. Уклониться в другую сторону труднее. Труднее уклониться влево, если левая нога впереди. Уклониться, нырнуть тоже довольно тяжело. Через руку противника, да, бьют. Но это искусство определенного направления. Вот в карате есть вот это преимущество. Смена стойки и удар. Удар идет, бьющая рука уже другая. А второе преимущество, конечно, в ногах. Ну, вот с такого расстояния. Если противник только дернулся, он уже получает прямой удар. Еще по поводу архетипа. Вот вы смотрите MixFight и думаете, что это люди какие-то, ну, совершенно уже не из мира сего. Какая-то специальная подготовка, сверхмощная. Конечно, там есть и физическая подготовка, и техническая. Но очень часто роль играет не то, не другое, а воля. Может ли человек в крайней степени напряжение с отбитыми мозгами еще что-то делать, сопротивляться. И даже выигрывать бои. Или когда вот вы смотрите на Федора Емельяненко, ну, кажется, что это вот боец какой-то совершенно непревзойденный. Я, кстати, рекомендовал бы ему завершить выступление, потому что последний бой очень было за него тревожно. Потому что он получал там, ну, тяжелейших ударов. И только воля, только воля его вывела в победителя этого боя где-то на грани. Так же можно было бы, ну, почти с той же степенью справедливости отдать предпочтение его сопернику. Впрочем, я бы отдал именно Емельяненко. Ну, по некоторым параметрам, которые за пределами правил, я вот при равном бое мысленно отдаю предпочтение одному из противников. Ну, например, кто лучше закончил этот бой. Кто нанес больше ударов, например, в последнем раунде, в последние пяти минутки, если это микс-файты касается. Кто сохранил большую энергию, совокупно физическую, психическую, волевую, на конец этого поединка. Поэтому поединку Федора Емельяненко, конечно, является победителем. Для меня это оспаривается не всеми, скажем так, меньшинством, я думаю. Но тут можно списать на то, что Емельяненко кумир для многих, кто в боевых искусствах не разбирается, но очень любит о них судить. Не скажу, что у меня большой опыт, но опыт такой я однажды получил. Ну, скажем так, вы выходите в восьмигранник, и вас там однажды лупят отчаянно. Вот как вы себе, к себе этот опыт применяете, это сложно, особенно для людей, которые по своей, по жизни просто не связаны с боевыми искусствами. Или когда-то занимались, и вот представить себе, что там тебя лупцуют так вот усиленно, и потом ты выползаешь на четвереньках, трудно. Ну, поскольку вот в секции или в школе каратэ, в которой я хожу, предполагается периодическое проведение экзаменов, вот я прошел в этом году экзамен, когда у меня было семь боев, очень плотных. Семь боев по две минуты, 14 минут, причем это соперник был не один, а постоянно меняющиеся соперники. Семь боев по две минуты с новыми соперниками. И это даже, может быть, сложнее, чем вот в восьмиграннике бьются 3 по 5 минут, 15 минут, но, собственно, вот такое же время. И при этом я рассчитывал, что я буду, наверное, биться 15 боев. Ну, я, наверное, бы отстоял, но действительно было бы очень тяжело, и я бы, наверное, потом болел бы долго. Как вот предыдущий экзамен, я целый год лечил кисть. Вот кисть левой руки у меня была в результате удара, я неудачно встретил удар ногой, и у меня кисть была выбита. И вот лечение, полное вылечивание произошло только где-то через год. Так все время я бинтовал, я продолжал тренироваться, но щадил все время эту руку. Вот здесь обошлось без травм, потому что сенсей решил, что достаточно. Ну, действительно, это был тяжелый бой, три нокдауна, один нокдаун, можно сказать, стоячий, когда я получил маваши в голову. В общем, не ожидая, моя диспозиция была на вот этот экзамен, на эти 7 боев, что, в общем, мне дадут поработать. Ну, пришли ребята из другой школы и решили поработать на мне. Причем с первого же боя, там, такие довольно тяжелые удары, я этого не ожидал, что мне тут же выбьют ногу. Вот тоже очень интересный опыт, тоже прикосновение к архетипу. Вот ты ранен, ты ранен. Кто из тех, кто не бывал на войне и не получал там пулю или осколок, понимает, что такое быть раненым. Причем раненым в бою, когда ты должен продолжать что-то делать. Вот, я в первом же бою получил удар по внутренней части бедра, и у меня открылась старая травма. Я фактически не смог, не смог левой ногой наносить какие-то удары, да и двигался-то с трудом. И правой я не мог вытянуться достаточно, чтобы ударить какой-то, как достаточно сильно, потому что это все равно тоже отдается в бедренную связку. И вот в таком сложном положении я продолжал биться с первого до последнего поединка, и получал там множественные удары. Голову, правда, сохранил. Отчасти, конечно, меня соперники щадили. Кто-то отчаянно бился, кто-то щадил. Но, тем не менее, это был бой реально, когда я получал, пропускал, наносил удары. Вот такой опыт, конечно, не надо с этого начинать. Это где-то вот на каких-то определенных уровнях мастерства. Понятно, что спортивные поединки – это совсем другое. Хотя есть тоже приближение, есть, когда правила довольно жесткие. Да даже если и мягкие, все равно какое-то ощущение боя, поединка, ощущение пропущенных ударов, ощущение нанесенных ударов – все это есть. И если это для детей, то детям вот эти легкие попрыгушки, такие легкие удары – это нормально. Вот лишь бы они не били во всю силу, в контакт, вкладываясь, там, желая увалить кого-то. Вот попасть, главное попасть. Попасть, не нанеся серьезный ущерб сопернику. А во взрослом возрасте, конечно, вот если вы не посвятили себя воинскому делу, если вы не ездите по горячим точкам, то прикоснуться к этому моменту, к архетипическим ощущениям, можно вот здесь, в секции каратэ, в какой-то иной секции боевых искусств. Но проблема в том, чтобы не превратить все это дело в профессию. Это не профессия. Это не профессия, это некая пристройка к личности. То есть это развитие личности в том направлении, которое остается для подавляющего большинства окружающих нас людей неизвестным. Поэтому они судят так, что лучше их не слушать. Молотят всякую чепуху люди, которые ничего в этом деле не понимают. Или это те, кто вот возгордился у него в жизни, больше нечем гордиться. Когда он ходит, дерется в кровь, кто-то посвящает себя спортивным занятиям, он тоже в микс-файт боец взял, ударил кого-то парня, который к этому не был готов, парень упал и умер. Экей подвиг. Это преступление. Это преступление так применять владение боевыми искусствами. Если человек не готов, но вы представляете, что когда выходит на ринг или восьмигранник, неважно, противник готов, он готов получать удары, он подготовлен к этому, он готовится, он сознательно это принимает, он видит противника как опасность. Но если против вас гражданское лицо, против мастера боевых искусств, который привык наносить контактные удары, причем так, чтобы максимально нанести ущерб, это лицо не готово, не готово. Человек может говорить грубые слова, но у него руки, например, опущены. А вы бьете неожиданный удар ему там в висок. Ну, все это тяжелые травмы или смерть. И это применение боевых искусств не по делу. Но если против вас выступает какой-то негодяй, ну вот открытой ладонью там стукнули его, или так вот по лицу и то опасно, потому что можно лицевой нерв повредить. Вот. В корпус тоже открытой ладонью, в пахтах. Какие-то движения очень легкие. Раз, два, три. Все. Не надо пробивать то, что будет ломать кости, ломать череп, пробивать и ломать мозги. Это все не нужно. Вот легкие удары, это тоже надо владеть этим. И, скажем, вот все заломы боевые, которые в боевых искусствах, их не доводят ведь до конца. Потому что партнера калечить никто не хочет. И здесь тоже, если вы кого-то взяли, чуть-чуть прихватили руку, немножко надо чувствовать, где этот предел. Заломили, подержали его, подбили под ногу, мордой опустили. Но вы не ломаете, перед вами не преступника, а просто взорвавшийся человек. Может быть, подлец. Ну, вы что, проверили, что ли, что он во всех аспектах подлец? Нет. Другое дело, когда это вопрос жизни и смерти. Когда на вас идет человек с ножом. Когда против вас какая-то криминальная группировка. Здесь уже жалеть нечего, здесь все подключается. Удары любого типа. Локтем там, в пах, акцентированный в голову, костяшками пробивание идет. Так, чтобы действительно ломался, в грудину попал, чтобы она провалилась, провалилась внутрь. Уверяю вас, что при занятиях каратэ именно такие удары и наносятся. В отличие от бокса, где большая часть на скручивание идет, и поэтому пяточка разворачивается, и нет опоры. Ну, кстати, в профессиональном боксе очень часто бьют именно от пятки. Вот в каратэ бьют от пятки. И даже если пятка отрывается, то толчок-то был как раз от пятки, не от носка. Ну, вот я разные аспекты боевых искусств обсудил. Не совсем это касается только дачи. Дача – это просто место, где можно заниматься. Но без занятий в зале, без занятий с опытным мастером, а не каким-то профанатором. Тоже, кстати, полезно знать, полезно уметь отличать профанатора от настоящего мастера. Если вы своего ребенка отдаете, скажем, в секцию каратэ, вы должны посмотреть, а что это там происходит, чем там занимается мастер. Вы должны с ним поговорить. Если он начинает какую-нибудь поргу нести о синтаизме, там, об энергетических ударах, разворачивайте и сразу уходите. Все это бред. А если вы посмотрите, идет хорошая гимнастическая подготовка, если идет такая вот фундаментальная подготовка к нанесению удара, ну, уже, скажем так, старшие юноши, вот, для них. Если там ставят неподготовленных бойцов друг против друга, маленьких детей, говорят, бей со всей силы, это, ну, тоже стоит, наверное, стоит, наверное, из таких секций уходить. То есть поиск достойного учителя – это большая проблема. Это большая проблема, потому что в нашем государстве все это не приветствуется. Они где-то тайно свои, там, спецназы, ОМОНы готовят, вот, таких специалистов по нанесению физического ущерба гражданам. А всем остальным довольно сложно, это и дорого, и проблемно с точки зрения обхода всех вот этих профанаторов, которые там себе какие-то безумные данные присваивают, там, сертификаты такие с массой всяких печатей вывешивают, избавиться от обмана довольно сложно. Ну, вот, отчасти, может быть, я как-то пытаюсь вот в своих передачах «Дачное карате» помочь людям избежать обмана. Ну, в том числе избежать занятий в тех спортивных секциях, где боевых искусств как таковых нет. Вот то олимпийское тейквондо, которое я видел, это не боевое искусство, это танцы, это танцы. Поэтому там такие худенькие и длинноногие ребятишки, которым делают растяжку, как в балете, и они вот тычут друг друга кончиками пальцев ноги. Вот этим заниматься не стоит. Ну, для балета стоит, но вот считать, что ты владеешь приемами боевых искусств, танцуя на одной ножке и вот так вот такие шлепочки в сторону противника делают, это, конечно, глубокое заблуждение. Ну, посему занимайтесь боевыми искусствами, занимайтесь каратэ. Слава России!